Вы часто отдыхаете на пляжах Томской области? Ну, альтернативы нет, пока здесь отдыхаю. Единственное, в этом году нет лежаков почему-то. А так, ничего, нормально, культурная водичка, буфет, охрана. Ну, нет. Нет? Нет. Обстоятельства семейные не позволяют часто выезжать. А если вы где-то отдыхаете, то обычно, ну, в районе Томска где предпочитаете? Мы на Миктехимовское озеро ездим. Ну, сюда первый раз приехали, чистенько, в принципе. Понравилось вам? Да, неплохо. Вот эту часть надо держать. Вы тамичка? Да. А часто доводится отдыхать на пляжах Томской области? Нет, здесь второй раз. Ну, здесь, да, в этом году второй раз. А где вы отдыхаете? Ну, в районе Томска, если обычно. Ну, на Томи только с этой стороны и со стороны Каларова еще были. Да. Ну, я не знаю, как сравнить, с чем сравнить главное. То есть, неплохо. Очень редко, очень, абсолютно. Мы в основном куда-то ездим. Сейчас просто не поехали, потому что пандемия. А так, пляж очень уставший здесь, конечно. Мы, на самом деле, вот именно на вот это огородье на первый раз. Ну, как бы, опять же, смотря с чем сравнивать. А вы, во-первых, отлично загорели. Вы часто загораете? Ну, да, часто. Здесь на Семейкином острове? Нет, я второй раз вообще. Но мне очень нравится. А где вы обычно загораете? Ну, вообще, на озера. Самуськи. Я предпочитаю озера, но мне здесь очень тоже нравится. Чистенько, благородно, приятно. Мне очень нравится. Теперь да. Из-за пандемии такой? Нет, из-за ребенка. Ага, понятно. Нравится вам? Да. В целом пляж? Да, нравится. Ну, в том, раньше, в прошлые годы, здесь было лучше. Сейчас, может, не сделали еще до конца. А что было лучше? Раньше был белый песок, ну, желтый, лежаки были, зонтики были. Тут была инфраструктура, делали бассейн. Ну, именно здесь, на Семейкином острове. Вот. В этом году по-другому. Это очень редко. Первый раз. Ну, у нас толком пляжей-то и нету. Если это можно назвать вообще пляжем. Скажите, купались сегодня? Да. Как вода? Отличная. Не смущает, что написано купаться запрещено? Маленько смущает, но хочется. Хочется. Знаете, почему бы записано купаться? Почему? Потому что спасателей здесь нет. По правилам, если на пляже нет спасателей, обязательно ставят вот этот значок, потому что ответственность лежит на вас. Ну, да ладно, я думаю, что... А мы транспортировку прошли, у нас было плавание, и нас всему научили, как правильно эвакуировать, если что. Молодцы, отлично. Скажите, а где вы еще отдыхаете, кроме как на Сенной-Курье в Томске? Бывают какие-то места у вас? Нет. То есть это ваша локация, вам здесь нравится? Да. А какие вы правила соблюдаете поведение на воде в отсутствии спасателей? Особых правил никаких нет, но мы знаем, если что-то пойдет не так, то мы друг другу поможем, потому что как бы обученные, все умеем, что надо делать. Надежда на друзей. Да? Конечно. Мы по одному не ходим в воду. Купались сегодня? Чуть-чуть было дело. Как водичка? Прохладненько, освежает, хорошо, приятно. Не смущает, что знаки стоят, купание запрещено? Аккуратненько, чуть-чуть, чтобы сбить жару, думаю, чуть-чуть можно. Знаете, почему знаки стоят такие? Может быть, сюда что-то впадает или туда что-то выбрасывает, не знаю, наверняка. О, вы правда так думаете? Даже это вас не смущает? Не знаю, я даже не вздумался об этом, вы спросили, я на вскидку прикинул. Не, ну на самом деле причин может быть много, но в том числе это потому, что здесь нет спасательного пункта оборудованного. По правилам, не могут разрешить людям плавать там, где нет спасателей. Вас не пугает отсутствие спасателей? Я сам кого угодно спасу. О, девушки, смотрите-ка, что тут у нас. Полмиллиона человек, ну вместе с Северском, и все на берегу Томи. Сколько бы пляжей нужно было открыть, чтобы люди все помещались и было всем комфортно? Как думаете? Да чем лучше, ну чем больше, тем лучше, конечно, мое мнение. Потому что на одной реке, ну и кроме рек, у нас очень много озер, могли бы где-то оборудовать что-то. Потому что народу много, и понятно, все едут только там, где, ну более-менее цивилизованно, где более-менее чисто. Прям качественных или вот таких, для которых просто гордость? Давайте будем считать, что это норм. А, ну, хотя бы три. Наверное, больше, все-таки, ну, пляжи три, как минимум четыре. По крайней мере, чтобы чисто было и убрано, и все обеспечено, безопасность и так далее. Поэтому, да, согласна, что мало. Ну, вы знаете, чем больше, тем лучше, я так считаю. Вот именно вот так культурно, красиво, и тем более буйки, да, что как бы все это безопасно. Ну, парочку еще можно было бы. А, ну, так-то побольше. Народу как бы много ходит на пляжи, поэтому, мне кажется, как минимум пять, наверное, точно надо. Что думаете, сколько бы вас пляжи устроило? Ну, мне кажется, как можно больше, потому что, правда, народу даже тут очень много. Честно говоря, трудно сказать. Ну, хотя бы этот оборудовать. Знаете, посмотреть те места, где народ обычно купается, оборудовать их, я думаю, это наиболее логично. Уж не знаю, где по эту сторону один, ну, и другой по другую сторону, ну, хотя бы это. Как работают спасатели? Доводилось вам видеть? Слава Богу, нет. Нет, пока нет. Их видели, но работы пока не видели. Когда мы были открыты официально, те годы, да, у нас количество отдыхающих намного было больше, и зона купания, то есть очень большое количество детей и находилось в воде. То есть у нас более 150 детей только в воде находилось. Одно момент. Одно момент, да. То есть не то, что там за время, а то есть проходимость очень большая была. И из-за этого, то есть приходилось моменты, когда люди на матрасах купаются, переворачиваются, и ребенок под матрасом остается, и уже проблема начинается. Почему? Как бы запрещаем матрасы использовать на открытой воде, так как это открытая вода, это не озеро, не что-то, и не бассейн в первую очередь, а открытая вода, и там дальше с буйками уже идет зона фарваторная. То есть судоходный ход, любой ветер, порыв, то есть на этом матрасике можно улететь за эту зону купания. А еще какие запреты у вас тут действуют? Курение, алкоголь запрещено. Есть курение для, курение там для, ну, то есть место для курения есть определенное место. Все, больше никаких. Правильно себя вести на воде и все. Мы стараемся сейчас людей не трогать, потому что они и так все измучены уже, по сути дела, всеми законами, всеми... У нас дежурный врач сменный, дежурный спасатель сменный, подсменный там охрана дежурная, то есть здесь все. Часто доводится здесь вам спасать людей на водах? Ну, здесь одного ребенка в этом году, а в те годы за сезон в среднем где-то 3-4 ребенка приходилось, ну, и еще взрослых, человека 2.